Всем привет! И сегодня у нас очередная подборка крутого софта под Windows, о котором мало кто знает, но который ты точно захочешь себе поставить. Как обычно, каждая программа из списка совершенно бесплатная и сделана, чтобы исправить косяки винды, либо добавить новый крутой функционал, благодаря которому пользоваться компом станет гораздо легче и удобнее. И я сам пользуюсь всем, о чем сегодня расскажу, уже как минимум неделю и лично мне нравится. Так что поехали! Но сначала кое-что интересное. Если ты хочешь научиться создавать сайты с нуля, то рекомендую обратить внимание на большую распродажу курсов, которая начнется уже завтра. И это круто, потому что в честь кое-какого события курсы продают по 80% скидке. Так вот, сейчас тебе просто нужно перейти по ссылке в описании и записаться в предварительный список. Если ты это сделаешь, то завтра сможешь забрать выбранные курсы по скидке. В общем, это хороший вариант научиться чему-то новому. Не забудь, ссылка в описании. Окей, и начнем мы с программы Taskbar X, которая является заменой и модификацией такой проги, как Falcon X. И если кто помнит, то программа нужна в первую очередь для центрирования значков на панели задач. Так вот, Taskbar X это новая крутая версия с исправленными ошибками и улучшенной производительностью. С ее помощью можно буквально в 2-3 клика мышью разместить значки на панели задач по центру. И более того, даже анимировать их и настроить расположение. Да и саму панель задач можно слегка кастомизировать. Например, сделать ее прозрачной или какой-то еще. Все это позволяет легко улучшить внешний вид панели задач, которой мы пользуемся каждый день. В общем, всем, кому надоело стандартное расположение значков и внешний вид панели задач, добро пожаловать в описание. Там я оставлю ссылку на скачивание Taskbar X. Следующая прога в нашем списке это Old New Explorer. И не знаю как вам, но лично мне новый внешний вид проводника в Windows 10 совсем не нравится. Будем честны, в нем много лишнего. Например, вот зачем тут при открытии компьютера сверху эти папки? На той же Windows 7 было куда удобнее без них. Как будто я их и сам, если что, не смогу найти. А еще, почему DVD-привод или флешка отображаются наряду с локальными дисками? Это ведь разные типы носителей. А значит, они должны быть разделены точно так же, как это было в старый добрый Windows 7. И решить все эти проблемы одним махом призвана программа Old New Explorer. В которой достаточно нажать Install и выставить вот эти две галочки. После чего проводник начнет отображаться нормально. И в нем не останется никакого мусора. Как минимум, ради этих двух патчей поставить Old New Explorer имеет смысл. Ведь компьютер мы открываем очень часто. И каждый раз видеть там ненужные папки надоедает. Ну а ссылку на Old New Explorer я, как обычно, оставлю в описании. Программа даже не требует установки. Далее на очереди у нас прога, которую я ранее уже видел и не раз, но не включал в список. И это X-виджет. Программа, которая вернет идею виджетов на рабочем столе обратно к жизни. И вот вам лишь один пример интересного виджета. Который я поставил недавно, но который выглядит очень круто. И такую менюшку сложно назвать бесполезной. Так как благодаря ей можно сэкономить место на панели задач и не захламлять рабочий стол лишний раз значками. А у самого X-виджет есть еще куча других интересных виджетов наподобие этого и не только. Часть из которых можно посмотреть прямо из программы и отсюда же их установить. А другую часть можно отыскать в интернете. Ну или сесть и запилить свой собственный виджет. Это тут тоже довольно легко делается. В любом случае программа работает хорошо и не жрет слишком много ресурсов, как я думал. Так что X-виджет это однозначно годнота. Ну а ссылку на скачивание самой программы я оставлю в описании. Там же в архиве я положу и виджет с этой менюшкой. В общем разберетесь. И наконец последнее чем я хочу сегодня поделиться так это курсоры. Да знаю это не программа типа, но и делать отдельный выпуск просто по курсорам не хочется. Тем более что за долгие годы использования компьютера я не менял внешний вид мышки ни разу. И не потому что мне лень или не хочется. На самом деле тупо не было достойных курсоров, которые бы были минималистичны, но в то же время выглядели приятно и практично. Так вот недавно я наткнулся на сайт с подборкой этих самых курсоров и если честно я посмотрел больше 200 штук, чтобы выбрать всего 5. Которые не стыдно поставить вместо стандартного курсора. И каждый из них я закинул в архив, ссылку на который оставлю в описании. Единственное я быстренько расскажу как их поставить. Просто открываете папку с нужным курсором и находите там файлик install. Жмете на него правой кнопкой мыши и выбираете пункт установить. После чего открываете панель задач и там в поиске вбиваете мышь. Ну и потом просто из результатов поиска выбираете пункт изменения вида указателя мыши. И уже тут выбираете нужный указатель и жмете окей. Ничего сложного нет. Осталось наслаждаться обновленным курсором. И особенно это будет приятно если старый уже порядком надоел. Ну и как-то так. Надеюсь сегодняшняя подборка вам понравилась. В остальном же я жду ваш царский лайк. Конечно же подписывайтесь на канал и включайте колокольчик уведомлений. Так мои выпуски хоть иногда да будут появляться у вас на главной ютуба. Удачи!